Давайте поговорим, да, поговорим сейчас несколько слов, скажем, о деньгах, о неких библейских принципах работы с деньгами. То есть это такая важная вещь, она такая стыдная немножко, ее как бы не так удобно о ней говорить. Это гораздо более интимно, чем как бы постельная жизнь человека. Поэтому как бы о деньгах неприятно, не принято спрашивать, как бы, а на какие деньги вы живете, там, как бы, а сколько у вас, там, да-да. Это один из таких стыдных вопросов, которые, как бы, не принято озвучивать. Это так же сокровенно, как и интимно-половая сфера. Но мы должны об этом поговорить, потому что и то, и другое, оно должно быть как-то урегулировано божественными принципами. Ну, первое, что я хотел бы сказать, что это есть такой интересный природный пример. Например, древние мудрецы израильские говорят насчет, что вот, представляете себе, Иордан, втекает он в Генесаретское озеро. Может быть, кто-то даже был там, когда-то, может, отдыхал там, купался там или там обозревал его снаружи. Вот, это удивительное озеро, действительно, такое, довольно глубокое и непостоянное, такое, и опасное. Там бывают волны до трех баллов на озере. Да, такое оно, и вокруг него так красиво, как в раю, как бы, значит, там, действительно, уникальное, как бы, природное сочетание там разных факторов. Вот, что раввины говорили, что когда Мессия появится на земле, то Мессия будет обязательно находиться как можно чаще в районе вот этого Генесаретского озера. Или называли его море. И евреи вообще не мореплавательный народ, они, любая лужа для них море. Вот, и они, как бы, это озеро называли морем. Там Тивериадское море, там, или Генесаретское море, там, озеро, там, ну, сейчас он называется Кенерет. Кенерет. Там много разных рекреационных зон, там есть, и всякие там, ну, все, что есть на море, короче, все, что там, это есть. Там пляжи разные, там, и всякая инфраструктура, там очень хорошо отдыхать. Вот. И действительно, Христос, когда пришел на землю, он там постоянно был вокруг этого, там, Галилейского, море Галилейское. Он там, в этой Галилее, там, там умножали хлебы, там ходил по водам, там ловили рыбу, значит, там Нагорная проповедь, там, все там. Вся история, вся история учения Христа, она вся в Галилее. Он только в Иерусалим, только страдать пошел. Значит, и вот это Иордан втекает в это Галилейское море, и вытекает из него, и дальше втекает в Мертвое море, так называемое асфальтовое море, которое, по преданию, находится на месте сожженных городов Содома и Гаморы, и еще трех городов окрестных, там все было пять городов, если по Библии, да. Значит, и вот это соленое такое-то, значит, это озеро, именуемое Мертвым морем, в котором нету ни одного живого существа, то есть там в этой рапе соленой ничего жить не может. Там нет водорослей, нет жаб, там нет рыб, там нет ничего, короче, там нет. Там только можно, значит, человеку как-то там себя оздоравливать, там, этими грязями и солями, и тоже возникает вопрос, стоит ли этим заниматься. Ну, значит, и вот эти еврейские мудрецы сказали, говорят, смотрите, Иордан втекает в море Генесарецкое, и Генесарецкое море отдает воду Иордана, оно себе не удерживает ее, и оно живет, оно полное жизни. А Мертвое море принимает в себя воду Иордана и никому не отдает, потому что из Мертвого моря уже Иордан никуда не вытекает. Туда втекает пресный Иордан, в эту соленую лужу, вот эта лужа беспредельно соленая уже сколько тысяч лет, короче, да, и оно никому ничего не отдает, оно мертвое. Говорит, это как бы наглядный Божий пример, наглядный урок такой, значит, что жив только дающий, живет только тот, кто отдает то, что получает. То есть, если ты ничего не отдаешь, то ты мертвец. Это касается, конечно, не только денег, это касается знаний, например, да, как больно бывает видеть, знать, что чрезвычайно умный человек, хранитель каких-то таких настоящих знаний, таких духовных разных, он либо устранен от преподавания, например, там, либо никому неинтересно то, что он знает. Ну, неинтересно люди, то есть, это как бы такое, прикиньте, например, жил бы сейчас, например, какой-нибудь Сократ, или Платон, да, или Аристотель, как бы, получал бы какую-то нищенскую, какую-то пенсию, какую-то преподавательскую, как бы, и никто бы не хотел его слушать. Это же кошмар, на самом деле, это просто адский ад, когда никому неинтересно знание, и носитель знаний никому не, никем не востребован. Вот, это касается не денег только, но денег тоже, как бы, то есть, дающие получают, то есть, если ты даешь, ты получаешь. Как у нас в храме, вот, в Киеве, когда я служил, там, одна прихожанка, значит, обратилась к батюшке, там, моему помощнику, священнику, говорит, там, вот я так много, значит, слушаю, там, разных проповедей, лекций, там, читаю, много книг, там, и, как бы, я вот думаю, может быть, я какой-то зашла в какой-то тупик, такого духовного переедания, как бы, слишком много, я уже всего этого получила, а он ей говорит очень разумную вещь, говорит, вам уже пора отдавать, вам нужно уже отдавать то, что вы знаете, потому что вам нельзя пихать в себя, как в гузку, знаете, фуа-гра такой, как бы, расширять свою печень, как бы, не хватит, то есть, вы уже достаточно много знаете, вы уже должны другим отдавать то, что, и потом вы будете опустошаться и опять наполняться, то есть, наполнение будет по мере опустошения, то есть, отдавай и наполняйся, отдавай и наполняйся, как бы, это нормально и для сердца, и для кармана, и для всего остального, то есть, даешь и наполняешься, да, сердце же так работает, оно уже работает в режиме, как бы, там, выкачало, набралось, выкачало, набралось, как бы, ну, только так и работает, если оно набиралось бы, оно бы треснуло, собственно, оно и трескается, если оно не отдает, а только принимает, да, Так что деньги требуют такого примерно подхода, чтобы они были, они должны крутиться, они должны отдаваться, по мере отдачи, безусловно, оно наполняется, чтобы человеку привыкнуть отдавать, Господь Бог благословил правило десятины, мы уже сейчас не живем в эти арифметические времена, мы не высчитываем точную десятую долю от полученного, мы сейчас можем дать сколько хочешь, хоть все отдавай, хоть половину, хоть треть, хоть десятину, это твое дело, мы не контролируем это, но здесь важно, что нужно отдавать именно, десятина существует, у нее очень простая природа, то есть, например, ты собрал урожай, например, картофеля с участка, там 20 мешков, значит, десятина твоих этих 20 мешков картофеля, это будет два мешка, да, ты должен отдать эти два мешка картофеля кому-то, кто нуждается в этом, кто сможет от тебя это принять и благодарить тебя будет, либо это там старик там со старухой, значит, у самого Черного моря, или это там, не знаю, короче, куда хочешь, туда и отдай, кому нужно, и, внимание, два отданных мешка осветят своим отсутствием 18 оставшихся, смысл десятин очень простой, отданное освещает оставшееся, то есть, то, что у тебя есть святое, если ты из него выделяешь некую часть на отдачу, хочешь, чтобы твои деньги, деньги могут быть святыми? Могут, с деньги можно выкупить человека из плена, избавить его от судебного преследования, обучить, например, талантливого бедняка, то есть, деньги способны принести миллиарды благословений, это, они нравственно нейтральны, как говорили греки, то есть, они, а в них нет ни греха, ни благословения, в зависимости от того, как ты ими пользуешься, они могут принести то или другое, значит, и, если у тебя твои деньги, как бы, значит, если ты хочешь, чтобы они были хороши, да, то тебе нужно отдавать из них что-то для того, чтобы оставшееся освещалось, то есть, десятина освещает оставшееся, это ее принцип, это ее, то есть, не отданное, никому ничего не отданное, как бы, это, это, так сказать, залог, ну, залог безуспешности или гниения, как бы, вот этих всех, как там в притчах, наш же Господь говорит, там, в притче, богачу некому, габзиса нива, и он начал, там, мыслить в себе, там, что сотворю, созиждую, там, житницы новые, там, и так далее, значит, говорит, безумный, в ночь сию душу твою истяжут от тебя, а то, что собрал, кому будет? Значит, есть безумный богач, это одна из таких ярких персон Нового Завета, значит, если ты отдаешь, ты освещаешь таким образом оставшееся, это очень важно, то есть, именно отдача освещает то, что у тебя есть, если ты никому ничего не даешь, как бы, значит, то, понятно, по аналогии, в общем-то, сами, как бы, себе делайте выводы об этом, потом, деньги, это очень интересная вещь, хотя бы уже в том смысле, что они являются образом человека, то есть, Христос в притчах своих сравнивает людей, там, с рыбой, с зерном, с ягнятами, там, с многими разными вещами, как бы, природного свойства, которые Бог сотворил, деньги Бог не творил, деньги это чисто рукотворное дело, это, это совершенно людское изобретение, но они тоже указывают на какие-то духовные принципы, помните, например, когда Христу принесли, там, эту монету, там, говорит, позволительно ли давать подать Кесарю, он говорит, дайте мне монету, цату, мы дали, он говорит, что меня искушаете, лицемеры, чей здесь образ и надписание, он говорит, Кесарев, он говорит, да давайте Кесаре Кесареву, Кесарева Кесарев, значит, а Божие Богу, как бы, он божественно выкрутился, значит, такой, его, на самом деле, его зажали в совершенно невозможности, то есть, в принципе, вот тогда его могли прямо, это тут же и распять, потому что, можно давать эти деньги, как бы, значит, как подать римлянам, если бы он говорит, да, конечно, давайте, а, так ты за римлян, ты против нас, а у них же было такое крыло националистов, которые, никаких налогов язычникам, один только налог на храм, один только царь, Егова, один налог на храм, все, остальное, все нет, и они прямо за ножи хватались, там, и готовы были зарезать любого, кто против этой идеи, религиозный националист, значит, взял, он говорит, да давайте, конечно, подать, а, так вот, ты за них, ты за римлян, типа, ты коллаборант с язычниками, говорит, скажет, не давайте, а, не давайте, а ты что, против Кесаря, они же потом, когда его осуждали, они же так и сказали, он против Кесаря, говорит, царя ли вашего распнули, нет у нас царя, кроме Кесаря, они такие были, они, хочешь так, хочешь так, и они его зажали, как бы, ему некуда было деваться, говорит, платить или не платить, говорит, дайте мне монету, ему дали, чей здесь образ и надписание, говорит, Кесарев, ну так отдавайте, Кесарев, Кесарев, что это говорит, человек створен по образу Божьему, правда, и как монета носит на себе образ царя, так и душа человеческая носит на себе оттиск небесной славы, то есть у нас, как у денег, существует некий оттиск, некое надписание, то есть профиль небесного царя оттиск на человеке, то есть деньги это не простая вещь, они очень похожи, как бы, они аналогично, как бы, так указывают на какие-то духовные вещи, на духовные события, вот, значит, есть еще такой миф, такой, да, что помогать, давать, делиться, значит, должны только богатые люди, когда, допустим, какой-нибудь там, ну, любой сегодняшний наш согражданин там скажет, а кому я могу что-нибудь дать, как бы, у меня самого ничего нету, как бы, пусть дают те, кто награбил много, ну, как бы, да, такие бытовые, это постоянно на каждом углу, вот, а это неправда, значит, в Евангелии есть некая вдовица, которую хвалит Господь, там же у них были такие карваны, эти, вместилища для пожертвования денег на храм, там, и Христос однажды сидел, наблюдал за этим, вот, интересно, ему было как-то, ему было интересно, кто сколько кладет, вот, и богатые клали много, а бедные клали, ну, кто сколько может, там некая подошла вдовица, которая положила две мелкие монеты, две лепты, это была цена ее дневного пропитания, то есть за них она могла купить там себе, там, какой-то пол ячменного хлеба, там, немножко какой-то зелени, вот, ну, собственно, и все, вот, и она пожертвовала все, что имела, как бы, дневную еду свою, как бы, значит, на храм Божий, и Господь сказал, что она дала больше всех, потому что многие давали от избытка, она от недостатка своего, значит, исходя из этого очень краткого эпизода, нам становится понятным, что жертвовать должны все, богатые и бедные одинаково, должны, то есть, конечно, суммы отличаются, а сама необходимая жертва остается у всех, и у тех, и у этих, ну, и, конечно, нужно понимать, что у Бога другая мера оценки, то есть, кто, например, там, мог бы дать, скажем, тысячу долларов, как бы отдал сто долларов, то ясно, что в глазах Божьих он имеет свою цену, а кто имел там в кармане, там, несчастных 300 рублей, все отдал, что имел, тот имеет свою цену, то есть, здесь вопрос не в количестве, вопрос в жертве, вопрос в этом, в порыве, как бы, в доверии Господу, вот, то есть, милость не дают все, дают всем, и на высших этапах религиозного развития души дают все, то есть, отдают полностью все, дают всем, кто попросит, как бы, дают все, вот, ну, а поскольку мы, как бы, движемся лишь к этому, мы к этому движемся, мы не находимся на этой стадии духовного развития, поэтому мы должны, по крайней мере, упражняться в давании, нам должно быть сладко отдавать, то есть, как там пишется, такое, значит, отдавать лучше, чем принимать, и вот эта сладость отдавания, она должна быть нам известна, если человек понял, как это сладко отдавать, вот, то он, в общем-то, находится на хорошем пути, это касается всего, на самом деле, то есть, там, златоуст говорит, отдавай сначала то, что тебе не нужно, но если мы посмотрим, сколько у нас, например, там, всякого рода там вещей разных, да, ну, вы же знаете проблему женщин, как бы, это, как бы, одеть нечего, как бы, и в шкафу места не осталось, одновременно, то есть, а что я одену, мне нет ничего, как бы, да, а вместе с тем, как бы, значит, хламом забиты все, все, значит, комоды и шкафы, как бы, значит, от тряпок дышать нечем, как бы, вот, а что я одену, мне нечего одеть, как бы, да, то есть, всем понятно, То есть постепенное облегчение корабля, выбрасывание ненужного. Это, в общем-то, начало, если хотите. До тех пор, как ты отдашь нужное, или сам себя уже отдашь, кровь, почку, сердце, душу, уже пожертвуешь, до этих пор нужно начинать с отдачи ненужного. То есть нужно, по крайней мере, облегчать свой корабль, кораблекрушение, выбрасывая лишнее за борт, просто отдавать ненужное. То есть человек должен вдруг подышать этим чистым воздухом свободы от вещей и забалдеть от того, что у него меньше, чем вчера. То есть класс, да? Потому что эта загруженность вещами, это же рабство. Это же рабство. На самом деле одна из добровольных форм рабства – это перегруженность вещами. Например, зачем человеку имеют, например, три пальто или четыре плаща? Ну зачем? Одному человеку имеют четыре плаща, если у него только одни плечи, одна спина, один живот и так далее, и тому подобное. И вдруг человек понимает, что мне хватит, мне больше не надо, мне этого хватит. И если он движется в эту сторону, ему легче отдает, ему легче получается. Это касается потом, собственно, и денег. И они имеют свойство и умножаться, и приходить, и так далее. Потому что Бог командует миром, да. То есть не мы, а Бог командует миром. Он дает то, что кому надо. Об этом пишется книга «Экклезиаста», очень много пишется об этом, что великая суета, сует – это когда человек ел в потьмах и копил там все, копил, копил, копейку, копейки складывал, а потом как бы умер, и непонятно, кто этим пользуется. Говорит, суета, страшная суета и страшная обида. Когда человек всю жизнь сует потратил на собирание чего-то, и так и не насладился этим, и по смерти его пользуется этим кто-то другой, которого он даже глаза не видал. Ужасно. Значит, есть такая тема еще, знаете, что, ну, как бы добру денег не хватает. Есть такая тема, что добру денег не хватает. Ну, потому что наибольшее количество как бы дурного заработка происходит на грехе. На торговле органами, на проституции, на торговле оружием, на наркотиках. Там сумасшедшие прибыли, да. Причем, кстати, Господь нам в притчах, Господь требует у нас стопроцентной прибыли. Никто в бизнесе стопроцентной прибыли не требует, если ты наркотиками не торгуешь. Допустим, ты вложил там, скажем, миллион, да, допустим, долларов или рублей, но ты не ожидаешь, что ты через месяц получишь миллион обратно прибыли. Нет, такого нет. Ты получишь там 17%, 25%, может быть, 30%, может быть, 5%. Дай Бог, чтобы ты в ноль не ушел или в минус. Но ты никогда не требуешь стопроцентной прибыли. А Христос от нас требует стопроцентной прибыли. Вот поразительно. То есть христианство – это риск. То есть ты рискуешь, всем причем, рискуешь вечной своей участью. Он говорит там, вот тебе одна мина, вот тебе три мины, вот тебе пять мин. Давайте, пока я приду, значит, занимайтесь куплей-продажей. И тот, который там получил пять мин, значит, он начал там это все, что там, крутиться-вертеться, и еще пять мин приобрел. Стопроцентная прибыль. А тот, что три, три тоже. А тот, что один, он перепугался, закопал эту мину. Мина – это денежная единица, очень большая. И он потом выкопал ее и говорит, вот тебе твое. И Господь говорит, этому прекрасно, очень хорошо, раб благо и верный. Значит, принес стопроцентную прибыль с пяти мин, с трех мин. А тот, который закопал ее, получил по шапке. Он говорит, я боялся, говорит, ты такой человек, что там сеешь, вернее, собираешь там, где не сеял, и вообще жнешь там, где не расточил. Короче, вот тебе твое. Он говорит, лукавый, а я наказал его. То есть христианство предполагает риск. И Бог ожидает от нас стопроцентной прибыли. Когда мы думаем, да ладно, я отсижусь там втихаря, как бы что ни вышло. Ну, может быть, это и нужно иногда. Да, но в принципе, Господь говорит, давай, дерзай, вперед. Время коротко, мы очень быстро живем. Мы бабочки-однодневки. То есть то, что мы прожили, пролетело очень быстро. То, что мы проживем, это будет меньше, чем мы прожили. То есть у нас нет гарантии, что мы проживем столько, сколько прожили до сегодняшнего дня. Но я вряд ли доживу до 104 лет, мне сейчас 52. Но вряд ли. То есть, наверное, я проживу меньше, чем прожил до сегодняшнего дня. А то, что я уже прожил, пролетело быстро. И если я буду отсиживаться в окопе, то когда же мне рисковать? Непонятно, когда же мне дерзать? Дерзать нужно сегодня, страшно, конечно. Но Господь требует прибыли, Он хочет прибыль. Сто процентную прибыль причем. Без греха. И вот в связи с этим, смотрите, очень важная вещь. То есть нужно быть всегда готовым иметь что-то, чтобы дать другому. То есть с любой прибыли, с любого прихода, как бы денежного, или другого, какого-то еще, нужно обязательно откладывать что-то, как Златоуст говорил, святые деньги такие, святые деньги по Златоусту. Он говорил так, что ты должен всегда, заработав что-то, отделять некую часть на Господа. И больше к этим деньгам не прикасаться. То есть, например, условно говоря, допустим, месяц прошел на предприятии, ты проработал, получил свои, условно говоря, 55 тысяч, например, или 35. Бери пятерку и откладывай ее куда-нибудь. И больше ее не трогай. То есть знай, где она лежит, но никогда не трогай ее на себя. Никогда. Чтобы тебе руки подсыхали. Если ты возьмешь эту пятерку потом и пойдешь, значит, с ней в ресторан, там, скажем, там, или в супермаркет, там, покупать себе, там, колбасу, там, или тапки. То есть ты заработал, отложил и не трогай. Господь приведет к тебе того, кому это надо. И тебе не нужно будет, а, ой, мне нет ничего. А, слушай, приди завтра, потому что я сейчас без денег. У тебя всегда готовы деньги на время X. То есть сегодня пятерка. И не трогай ее. Пусть лежит. Она есть, не просит. Потом ты, допустим, там, потом ты, скажем, там, продал, например, старую машину, чтобы купить новую. Там, и с купли-продажи, допустим, там, еще пятерку, там, или десятку, или двадцатку, или сороковку. И пусть и лежит. Она не просит ничего. И вдруг потом оба тема возникает такая, значит, там, у кого-то умер кто-то, нужно на похорон, а похорон очень дорого стоит. Это великое благо, вообще, например, помочь кому-то похоронить родственников. Это страшно дорого. Не у всех хватает для этого денег, чтобы заказать копальщиков могилы, чтобы оплатить транспорт, чтобы там, это, на самом деле, это сумасшедшее, сумасшедшее занятие. Дорого жить и дорого умирать. Там, или кто-то ложится на операцию, ему нужно проплатить, например, там, какую-то клинику, там, или кто-то, и мы начинаем вдруг там, это самое, тревожиться. Говорит, давайте поможем человеку. Говорит, давай. А у меня нет ничего. Говорит, а у меня есть. У тебя уже есть. У тебя всегда есть какие-нибудь, там, 50, 60, 70 тысяч, которые ты никогда не потратишь на себя. Ты просто сидишь и ждешь, кому дать. Потом звоночек какой-нибудь такой. Надо помочь этому человеку. Говорит, я готов. Погорельцы какие-нибудь, там, сгорел дом, там, какой-то многодетного, какой-то священника, там, в Рязанской области. Там, 8 душ детей оказались на улице, например. Нужно срочно, там, людям перекантоваться, как бы, и какой-то, купить им домик какой-то, да. И вот мы начинаем, там, собирать, куда-то движуху такую делаем, такую. И, там, тот дал тысячу, тот дал пять, как бы, а тебе не нужно даже искать. У тебя есть, там, 40. Ты для этого работал, там, три месяца, как бы, откладывал, да. То есть, это называется святые деньги. То есть, добру должно хватать денег всегда. То есть, у добра не должно быть финансовых перебоев. Если нам нужно оплатить чью-то операцию, чей-то переезд, чью-то учебу, там, что-то там еще, там, как бы, мы общиной, общиной, один человек, то есть, мы обычно уповаем на одного кота миллионера. Он богатый, пусть он даст. Это ложная установка. Мы, как община, каждый приход, каждый приход может поднимать на себя какую-то финансовую тяжесть, какую-то нуждающуюся человека, понимаете. То есть, любая бабушка с пенсии 500 рублей отложить может, может. И вдруг, если там раздался клич, как бы, значит, такой зеленый свисток, типа, нужно помочь вот этому. Любой человек имеет право и должен быть готов раскупорить кубышку и достать святые деньги, отложенные именно на этот день. На себя ты их тратить не имеешь права. Это очень важная вещь. Это некий принцип практического устроения жизни. Притом, есть такое выражение «деньги бедных». Считается, что у бедных всегда есть в кармане какие-то налички. Наличка какая-то. У них же там миллионер, например, там, он, у него может быть на карте, там, там, миллиард долларов лежит, например, да, но если почему-то за ним, там, водитель не приехал, там, и он куда-то, там, с кем-то не встретился, там, опоздал, как бы, у него, может быть, кэша нету, знаете, то он может быть самым несчастным человеком вот в эту секунду. Тут раз банкомат не работает, там, раз, там, отрубили свет такой, значит, и он что, и что, и ничего. У бедного всегда в кармане пару рублей. У бедного всегда есть кэш, и всегда есть какие-то пару, конкретных пару рублей. То есть деньги бедных – это самая надежная вещь в мире. Миллионы богатых могут испариться в секунду. Тебе заблокировали счет, тебе украли карту, выключился свет, поломался банкомат. Все, твои миллиарды, как бы, значит, это курам на смех, как бы, значит, а тебе нужно вот именно сейчас, вот именно сейчас тебе нужно 700 рублей, например, да, для чего-то там, для расплатиться с сексистом. Бедный всегда надежнее, как бы, с этими копейками своими, как бы, поэтому вот реклама, например, да, и маркетинг, как бы, он обычно направлен на бедный карман. У бедного всегда есть пару рублей в кармане. И если с каждого бедного с кармана вытащить там по рублю, как бы, то получится в результате миллиарды. На этом работает, как бы, вся эта брехня маркетологии. Они работают не на миллионеров, а на бедняков, на бедные карманы простого человека. Потому что там всегда есть кэш. Понимаете? Если обмануть человека, он с этим кэш тебе отдаст. Это реальные живые деньги, не виртуальные. Не там где-нибудь там на каких-то там компьютерных счетах. Это реальные живые деньги простого человека. За ними гоняются все маркетологи мира, все рекламщики, все воры. Ну, типа, презентабельные воры такие, с бабочками такие, с белыми улыбками. Так что мы должны с вами, как бы, значит, понимать... Ну, еще, знаете, деньги-то слишком серьезно, что за деньги Христа продали вообще, на самом деле. Деньги настолько серьезные, что ими оценили неоцененного. То есть, как бы, они были поставлены в некую цену Господу Иисусу Христу и продали его за... В общем-то, какая бы ни была сумма, все равно это была бы ничтожная сумма. Но так или иначе, деньги-то... Это мистическая вещь. То есть, они могут заслепить человеку полностью глаза. Так что он может и Бога продать за них. Поэтому называть их чепухой и глупостью как бы не получится. Это очень серьезная вещь. И наша цивилизация, это Иудина цивилизация. Потому что из всех богов у нас остались только деньги. То есть, деньгам кланяются, деньгам кодят, о деньгах думают, о деньгах говорят и так далее, и так далее. То есть, мы вполне, как бы, находимся внутри Иудиной цивилизации. Это главная влюбленность человека, как бы, вот именно вот в эту тему. И за нее продается Господь, по сути. Про Иуду говорится, что он вор. И он носил за собой этот ковчежец, некий, то место, где, куда собирались, как бы пожертвования. Это же была странствующая община господская. Люди жертвовали им, как бы, странствующим проповедником. И он был такой бухгалтер, как бы, этой апостольской общины. Иоанн Богослов говорит, что он был вор. Не потому, что он воровал, а потому, что он имел воровское устроение ума. То есть, у него был ум устроен воровским образом. То есть, он постоянно думал о том, что ему не принадлежит. То есть, он, это я сознательно об этом хочу сказать, потому что, ну, он проявил, например, свою воровскую сущность, когда пришла некая женщина и возлила на Христа драгоценное миро. И не только Иуда, другие тоже скажут, зачем это такая гибель, как бы, драгоценного вещества. Ну, в частности, Иуда говорил, что можно было бы продать это миро, вот, и раздать эти деньги нищим. И там пишется, значит, что он, но он говорил так не потому, что он о нищих переживал, а потому, что был вор. То есть, его воровская душа, как бы, она страдала вечным подсчетом, как бы, возможной гибели денежной, там, или чужих доходов. Это и есть принцип воровской души. Если вы хотите узнать, как бы, в ком живет душа вора, то, знаете, твердо, как бы, человек, интересующийся чужими финансами, подсчитывающий не свои деньги, считающий чужие доходы, там, или чужие траты, как бы, это вор. А воровство, это самый главный грех современной цивилизации. Вот это коррупция, власть, как бы, зачем люди лезут во власть? Чтобы служить другим? Нет. Чтобы воровать и не наказываться. Только для этого. Это сладкая высота, которая позволяет безнаказанно брать то, что ты хочешь. Наверняка есть другие люди, как бы, значит, но их не так много в целом и общем, как бы, закон, как бы, такой. Я иду наверх для того, чтобы делать то, что хочу, а нет, чтобы там отдавать всем жертвам людям, конечно. Так вот, вот, например, знаете, когда люди говорят там, глянь, какая у него машина, а зачем ему такая машина? А что, слабой ему пересесть, например, там, на Жигули, а разницу между этой машиной и Жигулями, например, нищим раздать? Чисто воровская душа. Люди, говорящие и так, это просто воры и иуды. Понимаете? То есть, когда ты начинаешь жить, а что это у него такое колье, такое, такое колье, прям такое дело в театрах, понимаешь, такое колье. Говорят, а колье, наверное, стоит, наверное, ну, там, тысяч пять баксов, например, там, зельда, там. А зачем ей такое дорогое? А что, нельзя было бедным раздать? Вор, чистый вор или воровка. То есть, когда ты начинаешь считать чужие деньги, ты просто жулик. Это иудина душа. Она считает то, что ей не принадлежит. И начинает там, а надо же как-то это все окрасить. Начинает пургу молотить там про бедных, там всяких там, давайте вот там бедным раздадим. Бедным наплевать всем на бедных, на коллег, на больных, на нищих, на одиноких, на брошенных деток. Да всем плевать на них, Господи Иисусе. За исключением, может быть, там, какого-то там 1% населения, всем остальным плевать на всех. Но надо просто туман напустить, когда ты хочешь поговорить про чужие деньги, про чужие машины, про чужие дачи, про чужие командировки, про чужие поездки, про чужие бриллиантовые пломбы и так далее, и тому подобное. То есть это Иудина душа, это надо стеречься этого, потому что это общее умонастроение. Вот они во власти, вы же, они с ума посходили, то есть охамели совсем. Видишь, как воруют, как бы, да. Вот. Это как бы, это такой голос, такой, знаете, недовлетворенной тоски мелкого жулика. Как бы, что это они без меня воруют, слушай, как-то нечестно получается, как бы, я тоже хочу, как бы, меня не пускают, как бы, да. Вот только и... Вся революция на этом стоит, любая, февральская, октябрьская, там, Майдан, там, болотная, все в этом дерьме измазано. Просто не пустили козла в огород, как бы, значит, все, и он обиделся, как бы, ему тоже воровать хочется. А как ты ему воровать? Как ворам. Здрасте, до свидания. Как ворам, то есть не поставляйте ему ни карман, ни спину, как бы, значит, не зовите его в дом, как бы, он вор, у него подлая воровская душа, он что-то у вас высмотрит, он всем расскажет, понимаете? То есть это подлые люди, подлые души, мелкие души, да, мелкие, вонючие душонки, вот, жадные, воровские такие вот, но они, конечно, в своих глазах, они борцы за справедливость. Нет ни одного мелкого гнуса, который бы не воображал себя борцом за вселенскую справедливость. Они все должны как-то себе оправдать, как бы, свое существование в мире. Говорят, да, мы боремся, там, скажем, там, за что боремся. Вот на самом деле, просто мелкие воры, как этот самый, Ленин говорил рабочим, что это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне будете плохо жить. Как бы, ну, понимаете? То есть, давайте власть сменим, как бы, все останется по-прежнему, даже хуже станет, как бы, значит, ну, но бенефисаром буду я. Понимаете? То есть, ваши проблемы индейцев не волнуют ни одного шерифа. Понимаете? Вы никому не нужны, на самом деле, кроме Господа Бога и ваших родителей. И с родителями еще ничего не все понятно, потому что иногда мы не нужны даже им. Богу нужны, да, а больше никому. И удивляться нечего об этом. Даже, даже, это, конечно, немножко обидно, как бы, но на самом деле, если ты знаешь, что Бог тебя любит, то все остальное можно пережить. Ну, и вот, пожалуй, 16 глава Евангелия Луки, да, это самая, самая такая, ну, что ли, нестандартная притча. обычно в притчах толкуется все буквально по деталям до буквочки. Например, допустим, там, притч о блудном сыне, там, любая мелкая деталь, как бы, она настолько встроена в общую картину, там, и то, что у него новая одежда, перстень на руку, там, сапоги на ноги, там, телец заколотый, там, старший брат обозлился, там, там, он свиней пас, значит, короче, там все настолько сложно сочинено, там подогнана каждая деталь к общему целому. 16 глава Луки, это единственная притча, где детали, как бы, даже и не важны, а там есть некий общий смысл этой притчи, ну, там, если помните, да, там был некий управляющий хозяйством, который проворовался, о нем хозяин узнал, что он неправильно строит жизнь, эту экономическую, и решил его отставить, так сказать, выгнать его с должности, и тот перепугался, потому что, потому что он больше ни к чему не был способен, ничем больше заниматься он не мог, копать стыжусь, просить, копать не могу, просить стыжусь, то есть, объединить ему было очень невыгодно, и он решил позвать к себе взаимодавцев своего господина, то есть, тех людей, которым господин его давал в долг, там, масло, муку, говорит, сколько ты должен моему господину, говорит, 100 мер масла, говорит, давай долговую расписку, пиши 60, а ты сколько должен моему господину, говорит, столько-то, говорит, давай сюда, пишем, в два раза уменьшаем, то есть, он, напоследок, находясь на своей должности, за счет своего господина, который уже решил его уволить, решил умаслить, удобрить, так сказать, должников своего господина, для того, чтобы, когда его вышибут с работы, чтобы они отплатили ему каким-то добром, за то, что он их пожалел на прощание, и Господь, Иисус Христос, произнося эту притчу, говорит, смотрите, как поступает неправедный человек, насколько он хитер, насколько он энергичен, насколько он, как бы он, он, как бы думает, о чем-то, да, вот, и сыны царства, говорит Господь, должны быть такими же, то есть, сыны века сего умнее сынов царства в своем роде, вот, об этом и говорит притча, как бы, что люди, погруженные в все мир, они бывают, ну, что ли, хитрее, энергичнее, неусыпней, как бы, по сравнению с нами, допустим, ты хочешь войти в рай? Ну, хочу, да, ну, посмотри, например, на спортсмена, человек готовится к выступлению на каком-то соревновании, да, и он тренируется по 8 часов в день, с него все поты стекли, то есть, в нем осталось только кожа, мускулы и кости, и он, как бы, он, он вообще, он жизни не видит, как бы, он только, если бы ты хотел, он хочет выиграть медаль, там, не знаю, там, или какое-нибудь там, первое место, там, в каком-то соревновании, если бы ты хотел в рай, по-настоящему, то ты бы, как он, потеет в спортзале, ты бы так же потел бы в своих делах, ну, в церкви там, или в молитве, да, то есть, ты бы тоже по 8 часов в день бы там, значит, молился бы, и бил бы поклоны, и вопил бы на небо, Боже, пощади, Боже, помилуй, Боже, там, прости меня, очисти меня, очисти меня, говорит, ну, ты, как бы, там, сказал, Господи, помилуй, как бы, один раз в день, как бы, из тебя хватит, как бы, а он хочет добиться, кто из вас хочет, то, что он, то есть, ты хочешь в рай, хочу, а что ж ты не работаешь, глянь, как люди работают, ради ерунды какой-то работают, ради какого-то несчастного, какой-нибудь там, грамоты за первое место, они просто жилы рвут, а ты хочешь в рай, ты думаешь, что рай такая легкая вещь, слушай, работай хоть немножко, и вот в этом смысле, Господь ставит нам в пример всяких жуликов мира сего, глянь, сколько фантазий, сколько богатства ума, сколько изобретательности у них, для чего, только чтобы закрыть и пригреть свою пятую точку, только для этого, у них с утра до вечера работа головы не приграет, как ядерный реактор, понимаете, башка работает, где бы денег нагреть, где бы там, а ты себе так, как бы, с богом так себе легко, прохладно себе относишься, подумаешь, как-то так, смотри на них, они умнее вас, в своем, конечно, роде, в своем роде, но они умнее, энергичнее, хитрее, бери с них пример, то есть христианин может любого брать пример, когда-то даже вот святой Иоанн Константинопольский, Златоустый говорил, как раз говорит, пойди на стадион, пойди на стадион, посмотри, как много затрачивают сил, здоровье и энергии, борцы, бегуны и так далее, значит, ради своих, это маленьких наград, возьми с них пример, если столько прольешь пота в молитве, будешь святой, они ради ерунды тратят огромные силы, а ты ради Царства Небесного потратите силы, то есть, тут можно брать с любого пример, с любого, в этом смысле, вот эта 16 глава, она как бы такая, она парадоксальная, и эта притча такая, муки, но она как бы дает нам возможность понять, что мы можем брать со всех пример, вот, и должны быть энергичны, неутомимы, и бескомпромиссны, и целостны, такие, у нас должна быть цель, то есть, любишь Бога, люблю, это непростые слова, это очень важные слова, люблю Бога, то есть, хочу к Богу, хочу быть с Богом, это не воздух, это непростые слова, это гораздо тверже камни, и тогда я должен быть пронырливее любого бизнесмена, терпеливее любого бегуна, хитрее любого, там не знаю, кого хочешь, юристом, короче, я должен быть весь посвящен вот этой цели, как бы я хочу к Богу, и вот, знаете, какое было интересное время, допустим, 4-5 век, когда в церкви выходили массово представители элит, например, Амвросий Медиаланский в Милане, Милан это место пребывания римских императоров в западной части империи, и он был префектом Милана, и по совместительству он был, как бы, начальником северных областей Италии, там Пьемонта, там еще какой-то области, это был как бы губернатор, то есть в церковь уходили, пришли губернаторы, вот если бы сейчас, например, это разложить на сегодняшнюю, допустим, губернатор, допустим, топовая новость, например, там губернатор Свердловской области ушел в монастырь, допустим, там губернатор Московской области, допустим, там принял Сан-Дьякона и стал преподавать закон Божий, допустим, там на высших богословских курсах, например, там губернатор Сахалина, например, там допустим там что не знаю там ушел там в отшельники например а такое было в западной европе в пятом шестом веке массово уходили в церковь представители элит язычники были в ужасе не до они боялись что вся элита уйдет в монастыри в храмы в епископы в священники лучшие люди мира допустим павлин на ланске такой он был префект провинции нола значит в европе значит он взял ушел как бы значит с этой должности вместе с женой жена в один монастырь на другой монастырь как бы они массово уходили в монастырь и в епископы посвящались священники бы это было что-то такое движение среди элит нищеброды всегда были безбожниками а вот эти знают нищие они они есть нищие как бы они думают где хлеба взять там что там украсть у кого значит такое как день до вечера прожить как бы все а эти богатые с книжками знают все читают смотрят и у них начинает озарять это дух божий начинает их озарять они оба да это все грязь это все это мир это все то короче да ну его баню и куда-нибудь там в епископ этом в монастырь там священники такой в миссионеры там такой и пошел там топтать босыми ногами там европейские дороги там евангелие проповедь это было массовое явление можете представить прекрасное прекрасный пятый век например да европа по европе бродят пилигримы которые рождены в царских домах в княжеских домах которые там уже успели там добиться какой-то карьеры там адвоката юриста префекта какой-нибудь там губернатора они это все бросают как бы значит девают на себя это самое серую монашескую рясу и пошел как бы значит такое с евангелием в руках такое было массовое явление сегодня не сегодня мы не готовы у нас кишка тонка оставить свои цацкие маски эти прибамбасы все и пойти монане не конечно не и это тоже есть у нас есть и ученые великие которые там становятся монахами у нас есть великие военные которые на старости лет одеваются значит монашеская одежда одеяне которые там видели кровь воевали там вот нас есть конечно и богатые люди которые но в принципе как бы вот эта вот тема она ослабела ослабела то есть раньше писать евангелие представлялось то есть царство божие представлялась людям таким реальным таким близким таким дорогим что они уходили в него просто самых разных должностей и постов то есть не было стыдно оставить царский престол он снимает корону ли донайте вам эту корону я пошел представляете то есть они так живо чувствовали близость христа к себе да не хочу я править никем не хочу командовать не хочу воевать не хочу там полки вперед вести там не хочу казнить никого как владимир говорил бы греха боюсь не хочу никого казнить покрестился ему бог простил все грехи я тоже не хочу никого наказывать я боюсь греха не хочу никого убивать не хочу никого казнить а власть это такая штука раз ты при власти, значит, нужно наказывать. Без наказания власти нет. Я не хочу, я уйду от чего-то. Хочу быть с Богом. Представляете, как интересно. А Карина Гадова в Библии, да? Это поминается, смотрите, там, помните, Гадаринские бесноватые, да? Это страна, хорошо бы иметь карту Палестины, но если вы себе представляете карту Палестины, вот там как раз этот самый Иордан святой, там надо было, когда войти в землю, овладеть ею, то нужно было перейти через Иордан. И некоторые колени еврейские не хотели переходить через Иордан, хотели остаться на той стороне, на восточном берегу Иордана. Одно из них такое было колено Гада. Они говорят, мы хотим быть здесь. Моисей говорит, Моисей на них разгневался, говорит, что вы им расслабите весь народ. Но они говорят, тут такая сочная трава, такие обильные пастбища, мы хотим быть здесь. Он говорит, он разрешил им это. Но только они должны были идти и воевать сначала через Иордан, перейти и воевать, а потом вернуться к себе за Иорданскую сторону. И вот там, в этой, собственно, это колено Гада, как бы там потом, там, вот мы в Евангелии читаем про Гадаринские бесноватые. Гадара, это территория в пределах колена Гадова, там, где, собственно, остались это колено. Они не хотели, им хотелось побыстрее найти покой. Им хотелось жить комфортно и удобно на какой-то приятной земле. А часто очень приятная земля обозначает ничто иное, как искушение. Ну, по крайней мере, например, когда, помните, когда Авраам, когда у него были стада умножились, и его племянник Лот, и у него стада умножились, и они, пастухи Авраама и пастухи Лота, они дрались между собой, там, и спорили, там, где кому там выпасать своих овец. Ну, слишком много этих стад уже было. И Авраам сказал, говорит, если, давай будем, разделим землю, говорит, если ты направо, то я налево, если я налево, то ты направо, короче, да, разойдемся в разные стороны. Выбирай себе, какое место, какое хочешь. И Лот посмотрел и выбрал себе Содом, потому что Содом был прекрасен, как рай Божий. Он даже не подумал, что там могут жить люди, как бесы, как злые, развратные, нечестивые, опасные, жестокие. Он говорит, о, я туда пойду, там классно. Он говорит, а, хорошо, иди. И Авраам пошел туда, Алло пошел в Содом. И там было прекрасно, как в раю, но люди, жившие там, были как дьяволы. Содом, да? Знакомо вам такое понятие? Это не только гомосексуализм, это все вместе. Это садомляне, они радовались, например, они вообще любили любую неправду, любое зло, любое, скажем, например, если я вас приглашаю в дом, например, и прошу свою хозяйку напечь, например, пирожков с капустой или с горохом, и я в каждый пирожок перекладу по небольшому камушку. Так что вы укусили и зуб сломали, и я буду обалдеть от радости. Значит, когда вы сломаетесь и зуб, я буду на верхней счастье. О, что там такое? Там, там камушек, откуда взялся? Какая, зараза, камушек положила? А сам буду в это время внутри у себя ликовать. А, вот так тебе. Понимаете? Если будет слепой идти, слепой будет идти, вот так вот с палочкой, то я, если я садамлянин, как бы, я либо подобью ему, значит, поставлю ему ножку, либо положу на его пути какое-нибудь там препятствие или камень какой-то, значит, либо столкну его с дороги просто и буду радоваться. Потому что я садамлянин, мне нравится обижать невинных, смеяться над слабыми. То есть, если будет женщина беременна идти, например, я обязательно толкну, например, или ударю в живот. Потому что я садамлянин, мне нравится. Мне нравится любой грех. Это надо обязательно как бы обижать людей, обманывать людей. Я, если, например, украду у кого-то чего-то, потом прибегу к друзьям товарищам, говорю, слушай, сегодня ехал в трамвае, украл мужика пять тысяч, из кармана вытащил. Они говорят, класс, ты молодец, ты кибальчиш, ты крутой. Давай пойдем, пропьем эти пять тысяч. Ты молодец, ты сумел украсть. Класс. То есть, я люблю грех, они любят грех, все любят грех и все грехом наслаждаются. Это Содом. А там было прекрасно, как в раю. Понимаете? Люди, которые хотят сбежать туда, где прекрасно, как в раю, обычно попадают в Содом. Понимаете? Типа, пора валить, короче. А это Рашка, короче, пора с Рашки валить, там валим, куда-нибудь, там, где рай. А где рай? Ну, например, в Канаде. А еще, наверное, на Британских островах. Короче, валим куда-нибудь из Рашки. Вот, там классно, приезжаешь, прям в Содом. В самую сердцевину. Так оно и бывает. И пуща едут, между прочим, все бараны, которые говорят, пора валить, пусть валят быстрее сегодня. Пусть сегодня же валят. Вот. Но только без права возвращения. Потому что, когда они вдруг опознают себя внутри Содома, ой, я хочу домой. Нельзя. Нельзя. Вам нельзя домой. Ну, и вот эти гадаряне тоже, они как бы хотели красиво жить, как бы, а потом, как оказалось, спустя какое-то время, там свиней выращивали они, да? Вот, что, собственно, для евреев нехорошо, харам неправильно. Они же не едят. Ну, там я даже нестолько видел фильмов таких художественных, когда вот на земле Израиля выращивают свиные фермы, значит, у них такие помосты такие, чтобы свиня не топталась по земле Израиля. То есть, поросенок не должен ходить по земле Израиля. Ну, и он делает такие, значит, такие настилы, такие деревянные, они ходят, как бы, в полуметре от земли. И потом их там, как бы, режут, там, свежуют, продают. Вот, но они, как бы, формально землю не оскверняют своим присутствием. Ну, это, как бы, еще одна еврейская хитрость, как бы, да. Вот они всю жизнь проводят свою попытку Бога обмануть, как бы. То есть, вся их жизнь заключается в одном простом занятии. Как бы так сделать, чтобы, как бы, было мне хорошо, и Бог не гневался, как бы, как бы его обмануть, короче, да. Вот, но это их занятие, как бы, у нас, нам это не понять. Это у них специфическая жизнь, такая своя, пускай себе живут, как хотят. Есть такой закон о пище, кашрут. Значит, это согласно этому кашрутному закону, животное должно быть, чистое животное, это животное с раздвоенными копытами и жующая жвачку. То есть, у него должны быть копытца, раздвоенные, вот, собственно, как у свиньи. Но желудок должен быть, внутреннее строение желудка должно быть, такое, как у коровы. То есть, как бы, животное жует некую пищу, потом ее, какую-то грубую фракцию, первичную пережевку делает, потом глотает ее и отрыгивает ее, да, и потом дожевывает еще раз. Вот такое животное чистое, то есть, у него чистое нутро и чистое наружу. То есть, снаружи должны быть раздвоенные копытца, а внутри у него должно быть вот такой вот двухкамерный желудок, такой, значит, свинья, она только снаружи чистая, то есть, у нее желудок, у нее как у человека, она ничего не отрыгивает, нас жрет все подряд, как мы, и ничего никуда не отрыгивает, но снаружи она чистая, но ее копытца раздвоенные, поэтому считают, что если у тебя снаружи все в порядке, а внутри ты не такой, как надо, то есть внутро гнилое, а снаружи все класс, то собственно это духовная свинья, то есть она обманчива в своей внешности, то есть запах Якова, а руки Исаак щупал своих сыновей, значит когда ослеп, значит запах один, а ощущение другое, короче вот свинья она по этому символ лицемерия, потому что она снаружи чистая, а внутри не чистая, вообще свинья очень похожа на человека, как бы это должно нас испугать, да, да, она во всех отношениях очень похожа на человека, и если бы Дарвин был чуть умнее, он бы предположил, что не обезьяна, а свинья наш общий тотемный предок, потому что больше похожесть у нас со свиньей, чем по внутреннему строению, там это печень, желудок там это все, вот это все короче, вот со свиньей больше, и с крысами кстати, крысы тоже очень умные очень похожи на человека, то есть если мы будем деградировать, то нам придется стать или крысой или свиньей, то есть эти животные существуют в мире животных как бы как возможные ступени деградации человека, поэтому мы и называем, собственно это не есть ругательство даже, говорит он, вот свинья или крыса как бы это модели поведения, то есть свинья всеядна, бесстыдна, значит и так далее, это опасно довольно, довольно опасное животное, то есть вся средневековая история полна сюжетами, как свиньи, например, детей съедали постоянно, они жрут все, если мать там где-то там отвлеклась, как бы то они заходили в дом, там в люльку, как бы и жрали детей, как бы это самое, да, это постоянно, это как бы некий, ну слишком известная вещь, чтобы это долго рассказывать, как бы это постоянно, постоянно, постоянно в этом были замечены свиньи, не знали, что с ними делать, как бы их уже тогда не ели, их просто как бы показательно казнили, как бы вот именно эту свинью, уже с нее колбасу не делали, потому что она человека съела, вот, то есть они страшные на самом деле, это мы привыкли, что они какие-то жирные, вообще они могут быть худые, как собаки, они могут чесать за ухом, задней лапой, как бы там и бегать, как бы на перегонки с собакой, еще не знаю, что быстрее бежит, свиньи такие вообще на самом деле, голодные волки боятся свинью, если, если свинья оголодала, оголодала, то две-три свиньи съедают несколько волков, они очень сильные, она, если, допустим, там волк, например, забежит какой-нибудь свинарник, а там свиньи не жрали там пару дней, то свиньи съедят волка, одна схватит его за ногу за одну, другая за другую, растянут его, и он, как бы, а третья перекусит ему горло, как бы, они сожрут его, за полчаса ее волка не будет, волки, это очень опасное животное, на самом деле, реально опасное. Если деньги даешь на благотворительность, особенно на Западе, популярно, больницу построил, 100 миллионов долларов дал, назвал имени, там, Эбрахам Ливи, значит, Бог не засчитает это, потому что ты прорекламировал своим именем то, что ты дал имени. Нет, ну, видите, я думаю, что информация о том, кто построил, например, ту или иную больницу, она же не может скрыться, например, тот же Шереметьев, или Мария Федоровна, или княгиня Елизавета, они могут, например, строить что-то, не называть это своим именем, но люди знают, кто это построил, как бы, имя, все равно цепляется к этому зданию, к этой больнице, и они так, к театру, например, там, Мариинский театр, там, или там, допустим, там, Николаевская больница, это уже может быть, как бы, народная молва, прицепить, может, твое имя к этому зданию без твоего желания. Конечно, если человек мотивирует свою деятельность желанием прославиться, то он совершает большую ошибку, он себя лишает настоящей награды, конечно, он меняет настоящую награду на временную, второстепенную, потом ему совсем не будет интересно, как бы, что там, моим именем, там, названо, там, ветка метро, например, там, или какой-нибудь, там, район, там, столица, какая мне разница, если я буду в аду, вот, просто здесь получается замена, конечно, люди хотят, то есть, называть своим именем что-либо, это такая, мне кажется, такая временная, что ли, ну, не даже не, это, это, некий симулякр такой, это, когда веры нету в вечность, и в Господа, и в свое вечное бытие, то это такое, значит, что ли, некое подражание, что ли, вере, да, это размена вечного на временное, люди хотят, да, прославиться, купно прославитесь и вознестись, да, и там в псалмах так и написано, значит, исчезающий Акадым исчезоша, желающий прославиться и превознестись, и исчезающий Акадым исчезоша, то есть нужно, конечно, чтобы тебя помнил, помнил Бог, и эта вечная память, она тогда, вот Матрону берите, например, я постоянно поражаюсь, но факт, сколько я не думаю об этом, все равно мне не хватает удивления в должной мере, самый несчастный человек на свете, на самом деле, Матрона, потому что она слепая и неходячая, если бы человек был слепой и ходячий, этого бы хватало, чтобы быть несчастным, если бы человек был неходячий и незрячий, этого тоже хватало бы, чтобы быть самым несчастным на свете, ну, парализованный человек, да, она была и слепая и неходячая, казалось бы, кому такой несчастный человек может помочь, но он сам нуждается в помощи постоянно, со всех сторон, его нужно и переодеть, и покормить, и подмыть, и там, и если надо сменить место, локацию, то его нужно на руках носить, там, куда-то там, она совершенно беспомощный человек, а вместо этого она всем помогает, и она вообще, то есть ее никто не должен знать, по идее, мало ли этих коллег на свете, там, их миллионы этих коллег, кто про них знает, никто, они просто все живут в этих гериатрических пансионатах, как бы там, придет медсестра помоет, не придет, он так будет закаканно и лежать, ну, если вы были там, то вы знаете, что это такое, даже если это дорогой какой-то пансионат, все равно это несчастные люди, значит, а вдруг матушка Матронушка, как-то ничего себе, как бы она помогает миллионам людей, с какой стати вообще, как этот человек может кому-то помочь, да, то есть она поменяла вот это временное на вечное, здесь все нормально, как бы, она была только вот там, как бы, и теперь оттуда помогает здесь, сказать, а да, или человек, как бы, имея тщеславие, он меняет вечное на временное, а Христос, Господь, как говорит, как же вы можете веровать, если славу друг от друга принимаете, а славу от единого Бога не ищите, то есть люди, которые стремятся принимать славу друг от друга, ну, похвали меня, а я потом похвалю тебя, давай ты придешь ко мне на день рождения и скажешь мне хороший тост, а потом я приду к тебе и скажу про тебя хороший тост, давай, похвали меня, а напиши про меня, что ты хороший такой-то, Я вот тогда, да, 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 похвали меня, похвали меня, выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. И Господь говорит, как вы можете верить? Вы и верить-то не можете, потому что вы славу друг от друга ищите, а славу от единого Бога не ищите. У вас и собственной веры тогда нет. Понимаете, а вот эти люди, видимо, тот, кто говорит, назовите эту железную дорогу имени купца Полупанова. Пожалуйста, назвали. Ну и что? Это значит, что человек не верит в Бога, и он меняет, как бы хочет какую-то славу, хочет какую-то. Ну, пожалуйста. Поэтому, как и в псалмах написано, Нарикоша имена свои на землях. Вот в советскую эпоху, да, все эти бандиты и жулики своими именами поназывали все города. Какий-то город Калининград какой-то, с чего ради этот город? Значит, там Арджоникидзе, там Кировск. С какой стати вот называть города именами этих бандитов? Они еще жили, еще воняло от них, они еще ходили там, смрадно дышали, как бы, а уже их именами называли там, там, метрополитен имени там, кого там? Нет, 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 а сейчас Ленин, изначально метрополитен был имени Лазаря Моисеевича Кагановича, да. Вот, пожалуйста, это яркое выражение, как бы, вот, надо что-то побыстрее, типа, монголы такого не делали. Нас когда монголы захватывали, они Рязань оставили Рязанью, Смоленск, Смоленском, там Новгород, Новгород, Москву, Москву. Они не переименовали ничего, у нас нет ни одного населенного пункта, названного там какой-то, там, Хан Беркет, например, там, или там, Хан Эдегей, там. Нет у нас таких сел, а эти везде поналепили свои клички позорные. Если мы заработали, как лучше, чтобы не избаловать своих детей? Надо, чтобы вы брали пример у тех миллионеров, американских, долларовых миллионеров, которые об этом уже думали раньше нас. Есть миллионеры, у которых дети будут есть на серебре, а есть миллионеры, у которых дети будут ходить в деревянных башмаках. То есть зависимость того, как ты их воспитаешь. Поэтому нормальный миллионер, он заставляет работать своего ребенка или детей своих. Если, допустим, есть множество об этом историй, написанных и рассказанных, наверное, экранизированных, допустим, там, человек-мультимиллионер долларовый, там, и сын, там, 15-летний, говорит ему, папа, купи мне какой-то музыкальный центр, например, да. И папа говорит ему, летом, когда будут каникулы, устройся пиццу развозить или машины мыть, и в конце каникул купи себе музыкальный центр. Понял? Понял. Все, вопрос закончен. То есть вот так вот просто достал и купил, как бы, нет. Для того, чтобы ты не ходил в деревянных башмаках, то есть человек после моей смерти, значит, ты должен работать. Вот, поэтому они это прекрасно знают сами. Вот, ну, вориши, ну, вориши, они везде, они везде сумасшедшие. Они, как бы, у них головокружение от успехов, они хамеют в одном поколении. Но если людям повезло быть богатыми в двух-трех поколениях, они неизбежно вырабатывают традиции сохранения богатства. И они завтракают не, это самое, извиняюсь, там, не лобстерами, они завтракают овсяной кашей. Какой-нибудь, они едят пищу бедняков. Вот, и плотно едят только после обеда, как бы, и на ночь уже не наедаются. И стараются заниматься какой-то работой. Они отправляют детей своих в армию. Допустим, какой-то там принц Гарри, например, там, вроде королевский отпрыск. Не этот служил в военно-морской пехоте, значит, и там побывал в горячих точках, там послужил, попрыгал с парашютом, посмотрел смерти в глаза, как бы, ну, это настоящий принц. Есть такая книжка, знаете, какая-то, я помню еще, когда я жил в Киеве, я как-то слышал ее рекламу о ней по радио, в машине ехал. Называется «Книжка. Мой сосед миллионер». Кто-то написал, как бы, ну, речь идет о тех миллионерах, которые заработали свои миллионы честным трудом, где-то к годам, где-то к 50-60 к возрасту, да. Например, человек, например, доктор, да, высокооплачиваемая у него профессия, и он там живет себе там, значит, и работает, и на каком-то этапе, как бы, там, ему приходит смс, что ваш личный счет, например, там превысил миллион долларов. То есть он заработал свои деньги, он не получил их наследство, он их заработал. И он говорит, кто эти люди, как бы, задался автор вопросом, кто эти люди. И там составил такой некий общий портрет, психологический портрет человека, который, там, где-то к полтиннику, там, заработал, там, один, два, три миллиона долларов. Эти люди, заметьте себе, значит, там, это интересно, значит, они не, они обязательно женатые. Это не одинокие люди. Это женатые, причем женатые одним браком. Без разводов, без повторных браков, там, без всяких, там, алиментов, без всего этого. Потому что это, как бы, ну, я тебе 100% не даст тебе разбогатеть, как бы, что тебе будет, там, три, четыре, пять жен, ну, экс-жен, и ты будешь, там, расплачиваться со своими, там, бесконечными детьми, там, как бы, от разных браков, да, то есть, ну, просто у тебя столько дырок в этом ведре, что это ведро никогда не наполнится. То есть, один брак, жена должна работать. Жена обычно работает или преподавателем, там, или кем-то еще куда, в гуманитарной сфере. То есть, он работает, и она работает. И у них один брак, как бы, и все, и до свидания, как бы, значит. Вот, там, сколько там, по детям, там, какая-то статистика есть, да. Человек никогда не покупает брендовые вещи. Вот этот миллионер, условно говоря, да, он никогда не покупает, например, там, какие-нибудь, там, брендовые часы, там, или, там, брендовые, там, туфли. Он всегда покупает что-то очень, очень бюджетное, такое, очень экономичное такое. Он никак внешне не выделяется из простых людей. То есть, на нем костюм, как бы, такой же, как на, как на каком-нибудь, там, не знаю, клерке мелкого звена. Вот, и часы у него там никогда... Говорит, он панически боится, например, вещей, стоящих больше, чем 300 или 500 долларов. У него панический страх перед дорогими вещами. Он покупает... Купость нет? Нет, нормально, нет. Нет, я вам просто сейчас, как бы, описываю, как бы, вот этот некий портрет состоявшегося, успешного человека, который трудом своим заработал, да. Он не любит покупать дорогое. Он никогда... Он никогда не тусуется в этих самых... В каких-то, знаете, например, там, таких компаниях, там, где там есть какие-то звезды, селебрити, там, там, где он не торгует лицом и никогда не стремится, как бы, там, поручкаться, познакомиться, там, со всякими известными людьми. Он тихарик, тихарик. Он сам стрижет свой газон, как бы, типа, такого, да. То есть он не покупает дорогих машин, покупает какие-то бюджетные, какие-то автомобили и так далее. То есть там такой, как бы, очень скромный портрет такого скромного человека, такого, даже такого, типа, зачуханца такого немножко, такого, да, даже какой-то такой перепуганного такого. Но это общая характеристика довольно большой страты населения, потому что там этих миллионеров хватает. Это средний класс, огромное количество людей, которые не хватают звезд с неба, работают, покупают вещи на распродажах. Там это черная пятница, они обязательно в очереди стоят, чтобы дешевле купить себе хлопья какие-нибудь. Вадика, а вы слышали, что спросили, как вы заработали свои первые деньги? Да, нет, не слышал. И что? Вы послушайте, это вообще в одно удовольствие. И он говорит о том, что невозможно их заработать, их можно только плохим словом своровать. Да, он назвал, и он сказал, что у нас штуки, где-то там миллион, где-то лучше 10 могут. Ну это в России, во-первых. Как вы к этому относитесь? Ваще? Это период первого накопления. Период первого, первичное накопление капитала, конечно, дикий запад. Конечно. То есть там, где есть традиция распоряжения имуществом, зарабатывание денег и передача другим поколениям, там уже устаканены эти законы. Там уже, например, человек может быть богатым в третьем поколении, в четвертом поколении. Конечно, у них тоже было сначала точно так же. Люди там стреляли, бегали, нападали на кого-то, что-то там воровали и легализовывались. Как-то, ну это же не очень понятно. Сначала ты Дон Корлеоне торгует как бы нелегальным контрафактом алкоголем, а потом Дон Корлеоне отправляет своего сына в Ель. Или там какой-нибудь там, не знаю, там, что у них кроме Еля есть еще? Какой-нибудь университет, какой-нибудь Гарварда, для того, чтобы там Корлеон и Младший стал сенатором. И уже на каком-то втором-третьем этапе, как бы, там они уже, то есть первично было все как бы бутлегерство, а потом уже сенаторы, уже нефтяной бизнес, там, или еще что-нибудь такое, уже все легализовывается. Так везде, так и у нас, просто у нас, ну, вориши, ну, вориши как бы из бандитов, но они тоже лезут в Государственную Думу. Бандиту же не хочется сидеть просто на деньгах, как бы, значит, и с пистолетом, как бы, и не спать по ночам. Он хочет залезть в Думу, стать там каким-то бугром, и, как бы, ну, легализоваться, короче, хочет. Значит, получается, что чем хуже ребенок узнает, что родители миллионеры, тем ребенок будет все равно. Да, конечно. А это, оказывается, скромность и помогает? Конечно, конечно, если ребенок, как бы, даже не будет догадываться, что родители миллионеры, как бы, да, ему это... А это, оказывается, из этого не получится, так? Да не, ну, просто мы подвергаем его огромному риску, как бы, мы же любим детей, да, и мы, наша любовь, как бы, она глупая, слепая, и мы будем позволять ему все. Мы будем покупать ему дорогие какие-то там, какие-то вещи, там, машины, мы будем выделять его из окружающего числа людей, там, в общем, будем делать массу вещей, которые ему не полезны. Мы будем отмазывать его деньгами, там, от его неприятностей. Там он где-то залетит куда-нибудь, неприятность, мы заплатим его, вытащим. Потом мы опять там, он нарушит правила, мы ему купим другую машину, он эту разобьет, мы ему еще одну купим. Мы копаем ему сразу в яму. По сути, мы копаем ему яму, совершенно верно, глубокую, серьезную, с бетонированными бортами, как бы, такое, что не вылезет. А себе путевку в дурдом? А себе путевку в дурдом, потому что как потом жить? Если ты убьешь собственными руками ребенка, как жить потом на свете? Ну, сейчас, Саня, расскажите, вот, насчет долгов еще, какую-то тему, вот, если, там, я не говорю там, а ты еще двух рублях, а вот если... Серьезные долги? ...долги, ну, вернее, давали в долг, для того, чтобы там бизнес какой-то развить людям, да, в дальнейшем, возможно, там, участие и так далее. Вот, у людей не получилось, и, как бы, такие вот, там, здесь долги. Это можно, это можно прощать. Есть, конечно, пределы, да. Ну, смотрите, тут вопрос вообще, вопрос надо отматывать до момента дачи. То есть, когда ты даешь человеку деньги, ты должен быть готов, что их больше не увидишь. Ты должен быть готов к тому, что их больше не увидишь. Поэтому здесь все нужно отмотать именно до момента дачи. То есть, если у тебя просят, и ты согласен дать, будь готов, что их не увидишь никогда. То есть, если вам вернули ваш долг, считайте, что совершилось чудо. Потому что, как правило, долги не возвращают. Да, особенно большие, да. Да, поэтому, если вы дали уже, то вы же, как бы, любой вам скажет, зачем ты давал? Или зачем ты давала, да? То есть, ну, пожалели, там, так далее, там, пожалел волк-кобылу, да. Ну, значит, но если ты отдаешь, надо, в принципе, быть готовым, что ты попрощался с деньгами. То есть, команда помогает, конечно. Помогает, конечно. Если человек раскрутился, как бы, и у него есть, что отдать уже, да, и, в принципе, можно напоминать об этом. Ну, раз, ну, можно напоминать, конечно. А ты, наоборот, пошел в минус, например, да. То есть, ты когда-то мог ему дать, а он был в минусе, ты был в плюсе. А теперь поменялись, он поднялся, а ты стал в минусе. Как будто ты, в принципе, должен пойти к нему за своим, как бы, да. Ну, ты сам отдаешься по молитвам, ты даже убедаешься. То есть, человек меняет, ты уже все простит, а он тебе отдаешься. Сердце человека, да, подвержено, да, совершенно верно. Это самый сильный рычаг влияния на жизнь. Самый сильный рычаг влияния на жизнь, это молитва о человеке, конечно. Я в это верю, я это чувствую, как бы, что вот далеко от меня какой-то человек находится, не знаю там где. Вот, но я, если молюсь за него, то я имею могущественную возможность влиять на его сердце. Да, конечно. А как вы относитесь к тому, что говорят, что деньги, они живые? Вот есть фраза, деньги к деньгам. Ну, смотрите, деньги, в каком смысле они живые? Это, в принципе, видоизмененный пот и видоизмененная кровь. Это, по сути, кровь, ставшая бумагой. Или пот, ставший бумагой, там, или металлическими, там, этими коинами. Значит, в этом смысле не живые, потому что они, за них дорого заплачено, как бы, они появляются в мире в результате серьезных усилий человека. И это материализация наших усилий. Вот, вот, что касается, там, то, что они приносят, там, они размножаются, якобы, значит, да, вот, типа, деньги к деньгам, там, да, есть такие механизмы, да, с этим трудно спорить. Хотя средневековые богословы страшно были против этого, они говорили, что деньги мертвы, они не могут размножаться, как кролики или куропатки. Но жизнь показывает, да, что деньги, действительно, есть какие-то духовные законы, при которых у кого уже есть, к тому еще добавляется. Как в Евангелии пишется, у неимущего отнимется то, что имеет, как бы, а у имеющего еще приложится ему. Здесь есть какая-то такая тайна, то есть, деньги это тайна на самом деле. Бабушка, богатство это же промысел тоже. Конечно. И Господь, он прокуслительный? Конечно, однозначно, однозначно. И многие бы не хотели, ну, у меня, например, сидит товарищ, который говорит, ну, я смиряюсь от того, что я богат. Как бы, он говорит. Я никогда этого не хотел, как бы, ну, вот, вот, как бы, взял, как бы, е-мое, и разбогател. Как бы, я смиряюсь, как бы, да, я не хочу, ну, а как бы, а Бог другое делает, как бы, я смиряюсь, потому что, потому что это, это действительно форма смирения. неправильно думать, что смириться можно только от бедности или от болезни иногда нужно смиряться от ума от богатства, от красоты от успешности, это тоже смиряет человека то есть Христос же смиренный но в нем нет никакого недостатка но он смиренный а вот ваши практики Алексей говорит про больницы и так далее, высший галатарь допустим построит что-то через среди лица в вашей практике такие вот люди проще всего построить через священника это самое простое мне кажется, что здесь твоя тайна, она похоронится как вот Иван Кроштадский там строил он уже перестроил там столько когда он один карман другому отдавал и строились там дома и профессии и больницы и детские дома вот и вот это скажите, есть вот такие бессерин, которые имеют хороший загруз скажем так, ты бачишь простойudent это чистого касаемо Вы знаете, насколько я могу понять в мире есть все формы святости которые уже раньше появились то есть в мире есть бессребренники в мире есть юродивые в мире есть преподобные в мире есть благоверные там князья-княгини там в мире есть святители в мире короче все формы святости которые вообще существуют в мире они продолжают существовать в неких разных скрытых от общих глаз видах. Поэтому есть бессребреники, да, есть люди, не заинтересованные в пиаре, в славе какой-то, и жертвующие достаточные средства на самые хорошие, какие-то благие вещи. И так, что мы обы... То есть высшая похвала здесь, что мы их не знаем. Потому что если мы знаем... Вы знаете это, вы это... Да, если мы знаем какой-то мецената, это, конечно, хорошо, мы можем там ему благодарны быть, там какой-нибудь там вот Карнеги Холл, это Карнеги построил, а вот там какой-нибудь там что-то еще такое, это вот он сделал. А мы вот не знаем этих людей, но они есть. Я вот чувствую, даже не то, что чувствую, я знаю, что они есть. Есть настоящие монахи, есть настоящие такие милосердные богачи. Это все и существует, даже грешно сомневаться в этом. То есть наш мир, просто он бы не мог стоять, потому что святость — это оправдание существования. То есть отсутствие святости, как бы это все, финал. Это финальные акты, как бы, значит, для фин. Короче, значит, продолжение не следует, называется. Вот трактование вот это вот, то, что вот Аблукин, 16 глава, то, что, как бы, много, вот это вот притч, очень много трактовок, на самом деле. Да, она самая спорная. А, слушай, вас сегодня, вот эти вот все люди, которым он, страсть же она объединяет людей очень сильно. Да. Глудник, глудника, алкоголика, алкоголика. И грек, и интерес, рыбак, рыбак, и так далее. Конечно, конечно. Аблукин, эти люди, которым он предлагал половину не за свой счет за счет владельца, они же тоже были воры. Да, конечно. Они оба видели друг друга, что этот вор, этот вор. Конечно. И опять-таки мы знаем, что нет вот такого доверия никакой в воровской компании, когда люди полностью друг другу не доверяют. О, да. Полностью. И получается, как он вор, зная, что этот человек вор, так он мог ему доверить, то, что он его потом спасет. Это же практически нереально. Ну, то есть, я просто не знаю, что здесь хваля вот этого человека, может быть, здесь была никакая ирония у самого Господа? Нет, конечно, воры прекрасно знают, что никому доверять нельзя. И они сами друг другу не доверяют. Но на каких-то таких вот свежих воспоминаниях о милосердии или на какой-то реальной помощи, конечно, он какое-то время проживет. Если внутри этой ситуации 100% они по свежей памяти, они помогут ему, как-то подогреют его там, как-то он себе чем-то, что-то он от них получит. Не факт, что потом он их обманет, он их или они его, это 100% тоже будет. Но Господь здесь как бы хвалит. Тут важно, что Господь говорит. Он говорит, вот смотрите, сколько пронырливости, сколько энергии, да, сколько… И опять-таки, смотрите, получается, что здесь, ну вот это, как вот мирскотчек, как вот он выше, да, чемпионата, а получается, что мирскотчек, он себе могилу копает по-любому. Вот это вот сандитие. Нет, безусловно, безусловно. Здесь как бы изначально как бы дается… С него не нужно брать пример, буквальный пример. Нужно брать пример именно вот это вот неусыпной работы ума. Это единственное. Да, конечно, конечно, конечно. Конечно, если по-духовному, он должен пойти был к хозяину, сказать, прости меня, я тут накосячил, короче, там все. Если выгонишь, выгонишь, не выгонишь, не выгонишь, ну, в общем, я виноват, прости меня. Это было бы, собственно, уже, ну, тогда не было бы притчи, как бы, была бы просто назидательная история. Есть же еще аллегорическое толкование, что он прощает, как бы, грехи, чтобы ему просился тоже грех. Ну вот, друзья мои, в каком-то смысле, как бы, конечно, чудесно, что в 21 веке, как бы, в центре Москвы какие-то люди собрались, как бы, поговорить о Библии. Вот, это само по себе довольно чудесно, потому что, потому что бывали всякие времена, и наверняка лет 50 назад, вот это вот, если бы кто-то оттуда, из, допустим, 50-х годов или 60-х, посмотрел бы сюда, сказал бы, ничего, такого быть невозможно, такого невозможно, что это такое. То есть, само по себе, как бы, да, это удивительно. Вот, но если я, говорит Господь, если два или три собрались в имя мое, и слова мои между ними, то и я сам среди них. Хорошо, значит, мы успели много сказать, дай Бог, чтобы вы запомнили хоть половину. Вы вначале говорили про, ну, то, что неправильно материться, да, мы про это все знаем. Да. Вы могли бы в несколько предложений, как это донести до детей? На Руси говорили так, если черный рот, то за тебя Богородица не молится. Вот это очень краткая такая, емкая формулировка. Если твой рот будет... То есть, как бы, смысл такой, что если ты что-то говоришь не то, что нужно, да, то ты у тебя... Ну, черноротый, так их называли, черноротый. Вот, то есть, если твой рот будет невидимо-черный, как бы, незримо, духовно-черный, то ты отметишься так, что от тебя будет ангел-хранитель отворачиваться, и Матерь Божия за тебя молиться не будет. Вот. Ну, здесь важно понимать, что дети матюкаются за компанию, да, вот, и они не понимают, что они говорят. То есть, если взрослый человек понимает, как бы, конкретный смысл тех или иных выражений, то ребенок повторяет их, как бы, не понимая. Это его немножко извиняет отчасти. Потому что, если бы он знал, что он говорит, как бы, то это было бы непростительно. Вот, как, 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 иногда смешно слушать, как матюкаются иностранцы. Они тоже, как дети, они тоже не до конца понимают, что они говорят. Это их первые слова по-русски. А? Это их не первые слова по-русски. Может быть, это их первые слова по-русски. Да, 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 да. Первые слова. Да. Самые простые, самые интересные для них слова. Или это вот это так? Ну, надо детям, конечно, говорить, говорить вот именно вот это, мне кажется, да, что слова – это не пар, слова – это сила, это энергия. Это они эквивалентны хлебу. То есть слово, оно как хлеб реально. И вот этот наш, если рот будет осквернен гнилыми словами, то ты, как бы, тебя сразу в этом духовном мире сразу будет заметно, что ты вот черноротый пошел. То есть от тебя будут отворачиваться ангелы. Надо как-то вот так вот, мне кажется, вот в этом ключе надо говорить. Это не написано такое, ничего про мат, священную. Нет, вы знаете, нет, потому что, понимаете, смотрите, вообще в основном матерная лексика – это лексика половая. Это лексика половая и обозначающая действия различного рода полового характера, как бы такие, да, абсцентные, какие-то вещи такие. Значит, в Библии сфера пола вообще в Библии, она сакральна. В Библии матер быть не может по определению в том смысле, что, потому что область пола святая. То есть то, что половое, как бы, да, вот это, значит, эти органы продолжения рода, как бы они священны, о них вообще нельзя говорить, они даже безымянные. То есть у них даже, у них нет названий. И, по сути, как бы мы имеем дело именно вот с этим. Потому что сказать что-нибудь о половой деятельности, о половой сфере – это, как бы, назвать неназываемое. И поэтому, по сути, у многих этих вещей, как бы, существует только матерный эквивалент. Как бы, обычно даже не знаешь, как это назвать. Как бы, вот матом знаешь, как это сказать? Да, 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 да. Значит, в Библии, конечно, это двойной грех, потому что сфера половых отношений – это священная сфера. Она загадочна. А матерная брань профанирует ее, понимаете? Она профанирует святое. Это, как бы, вот хамский грех. Помните, когда вот этот Ной лежал, там, значит, выпивший в шатре своем, там, не зная силы вина, там, как нам говорят, обнажился. Вот этот интерес хама к его наготе, то есть, он, как бы, ему было смотреть, как бы, почему-то ему было интересно смотреть на голого отца. И он позвал еще своих друзей, как бы, в смысле, братьев. Вот, а они имели страх божий, они пошли спиной к отцу и набросили на него одежду, чтобы не видеть его наготу. Потому что нельзя. То есть, нагота не должна быть видна и названа. А все, что мы имеем в мате, это какой-то хамский интерес к половой сфере. О, гляньте все. Я сейчас просто вспомнила, уточните, пожалуйста, Евангелие по поводу того, что важно не то, что входит в твое сердце, а то, что выходит от матемы. Вот, может быть, я не могу сюда, детям. Да, 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 скверняет человека то, что выходит из него. То, что выходит из вот этого, от матемы. Да, 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 да. Да, да, то, что выходит из щек, оскверняет щек. Совершенно верно, да. Да, вот там, может быть, это привязать. Да, да, то есть ты оскверняешься тем, что выходит из тебя. Если ты это сохраняешь в себе, то ты имеешь власть над собой, и ты имеешь право освещаться и спасаться. А если ты расковываешь себя, и из тебя вылазит какая-то грязь, то ты, собственно, оскверняешься тем, что выходит из уст. Уже выходящее из уст выходит из сердца. Вот в чем разница между детьми и взрослыми здесь? Дети, все-таки, повторяю, не понимают, что они говорят. Поэтому у них это именно с языка слетает, но в сердце этого еще в полной мере не живет. Они еще не понимают, что это такое. Взрослые понимают, поэтому мы и боимся ругаться, потому что мы понимаем, что это такое. Это активная форма заклятия. Да чтоб тебе так, чтоб тебе сяк, чтоб тебе туда и сюда. Это вообще ужасная вещь, на самом деле. Это страшная вещь, да. Это страшно. А после тебя обозвали? Вот меня. Смотрите, есть в притче такое, значит... Может разрушить. Ласточка, воробей вспорхнет, и ласточка улетит, и незаслуженное проклятие не сбудется. То есть имейте сменение... Да, да, да. То есть воробей вспорхнет, и ласточка улетит, и незаслуженное проклятие не сбудется. Пусть говорит, что хочешь. Господи, помилуй, с нами крестная сила. Значит, не бойтесь этого. Пусть бесы лают. Представляете, что у вас бес явился. Вот он будет мотюкаться, слушайте. Если они явятся к тебе, да, не дай бог. Пусть мы их не увидим раньше, чем умрем. Но если вдруг бы явились, например, то они бы пришли с шумом. Появление бесов пришло. Бам, драк. Мать, перемать. А вот так бы они появились. Они как хулигань, вломились бы, как банда хулиганов. И мотюкались бы, будь здоров. Вот как Антония Великого, знаете, очень известный образ, это «Искушение Антония Великого». Как-нибудь наберите, там сотни средневековых картин были написаны разными авторами, там есть «Босха» интересная, но это уже позднее всего. Значит, «Искушение святого Антония», там как бы самые страхи, какие-то инфернальные рожи, какие-то жуткие такие храпоидолы являлись там Антонио, там теребили, били его об землю, там и пугали его и так далее. То есть вот они как раз матерные братья, они являлись с матюками, они когда появлялись, они сразу начинали вонять от них, какой-то преисподний, и самые отборные маты, ну как, не знаю, вот вы сидите, например… – Этимология, какая вообще вот эта история? – У чего? – Да нет, как почему-то оказывается, падшим духом очень любопытна тема половых отношений. Будучи бесполыми и не имея возможности вступать в различные плотские союзы и отношения, они чрезвычайно интересуются всеми половыми этими вещами, вот, эта область занимает их полностью. То есть все, что выдумали люди в области половых извращений, это выдумали сначала духи падшие, они как бы страшно заинтересованы вот в этом всем. Поэтому их интересует это все, когда называют… То есть а что такое ангел? Если ангел называет что-либо по имени, он, по сути, имеет это в руках, потому что имя вещи – это есть сама вещь, поэтому когда ты называешь что-либо по имени, ты, по сути, это и уже имеешь. – То есть извращенное название? – Конечно, конечно, конечно. То есть когда ты говоришь, там, значит, да я там это вот туда-сюда там вертел, там, это по сути ты уже сделал то, что ты сказал. – Извращение ума. – Конечно, да. То есть это вот это бесовское осознание, это очень неизвинительная вещь, это страшная вещь, да. Это, собственно, ангельский грех, это они любят вот эту половую сферу, им это интересно. – Когда заменяют, вот молодец сейчас, часто говорят вроде бы слова нематерные, но они, как бы, я понимаю, там… – Слабь, 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 слабь. – А, ну это эвфемизм, это эвфемизм, нет, конечно, нет, конечно, блин, это просто панкейк, в нем нет ничего страшного, ничего инфернального в нем нет. – Да и, собственно, эта женщина на букву «Б», как бы, она тоже, как бы, вполне литературна. – На самом деле у нас до 18-го, какого там века, до 19-го, значит, «Оставиша Ирода якобы» и словно, мы сейчас читаем в Акафисте, «Неведущий Петя Аллилуйя», а там, как бы, да, там «Бледива», да, пишется, да, «Оставиш Ирода якобы Бледива», «Неведущий Петя». – То есть это слово имело широкое, до 18-го века оно было абсолютно печатным, в молитвословах оно было и везде, 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 то есть эта женщина на «Б», как бы, она была везде, как бы, значит. И никто этому не ужасался. Да, это, как бы, ну, в этом смысле у нас, да, я даже не помню, почему это так случилось, как бы, если я могу ошибиться, если скажу, но до 18-го века, до времена Екатерины, это вот, это слово на «Б», оно было совершенно… Да, оно и в Библии, кстати, присутствует, в церковнославянских переводах. – Словаряк, переводчик? – Да, 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 да. – Да, так что здесь, вот, блин, это не страшно, да. – Дорочка, а вы говорите, когда я слышала о какой-то проповеди, то, что раньше в Библии всегда вот такие какие-то блудные описания, которые имеют дело с идолопоклонством, да, то есть всегда… Идолопоклонство непременно тяготеет к блудной форме какой-то деятельности, потому что в блуде есть мистика, понимаете. Идолопоклонство – это грязная мистика, она обязательно сопровождается развратом. Разврат всегда тяготеет к идолопоклонству, то есть если человек влип в разврат какой-нибудь, вот влип в разврат и начинает упражняться в разврате, ему на каком-то этапе захочется оправдать свое действие какой-нибудь там тантра-йогой, например, или какой-нибудь еще. То есть он начнет искать теоретическую базу под свои половые фокусы. И он как бы найдет себе какое-то учение, там какой-нибудь кундалини просыпается и раскрывается, какой-то там цветок лотоса куда-то там прется по утрам и так далее. Он обязательно… То есть человек не может… То есть, конечно, где-нибудь там в глубинке какой-то Вася просто блудит, значит, ему хватает. Но в принципе, если человек влип в блуд по-настоящему, он обязательно захочет раскрасить свой блуд как бы теоретической базой какой-то. Он придумает себе… Не то, что придумает, он просто найдет уже готовые теории для оправдания своего блудного поведения. Вот это будет, скорее всего, какая-то вот егическая практика там, или что хочешь это может быть на самом деле. И на Западе, на Востоке там слишком много этого всего. Вот. Так что любой блудник рано или поздно тяготеет к какой-то грязной мистике. А любой грязный мистицист, идолопоклонник, да, он обязательно сопровождает свои все эти там камлания, там эти все. Блудом – это самая близкая форма тайны. То есть блуд – это тайна. То есть половые отношения – это таинственная вещь. Это реальное участие в таинственных событиях. И это самая близкая тайна, которая есть к человеку. То есть если ты как бы, значит, там под барабанный бой, там, вечером, там, значит, там, при факелах и кострах, там, под какие-то завывания каких-то жрецов, там, там, возле какой-то там статуи, там, значит, политой жертной кровью, там, где-то там с кем-то ритуально совокупишься, как бы, это самая понятная форма бесопоклонства. Обязательно нужно блудить. Просто, просто там духовно поклоняться сатане, как бы, не получится. Придется блудить, извращаться, развращаться и так далее. Ему именно это надо, как бы. То есть какие-то духовные формы там… У лжи нет духовных, чистых духовных форм. Сначала, как говорили, сам, что это блуд. Да. Если хочешь, что ты уже твичек, но чтобы… Да, это духовный блуд, да, совершенно. То есть духовный блуд – это неизбежность некая такая. А мат, по сути, да, это некая словесная оболочка, вот это вот идолопоклонство. То есть начинает человек материться, а он скатывается в блуд. По крайней мере, он соприкасается с этими сферами. Он как-то где-то к ним прикасается, да. Да, или наоборот, да. То есть это небезопасное занятие, да, действительно, действительно. Так что с блудом не так все просто. Если, может быть, помните этот последний фильм Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами, если кто-то видел. То есть, кстати, литературная основа этого фильма – это роман 19 века, австрийский роман 19 века, то есть уже в 19 веке какие-то там австрийские там эти драматурги там доходили. То есть зачем они там блудят, собственно, эти, да? То есть какое-то там загородное вилло, там какой-то пароль, код доступа, значит, там они все в масках, лиц их не видно, они голые все, как Адам и Ева, значит, только лиц не видно. И там находятся, значит, директора промышленных гигантов, владельцы медиаканалов, там газет, там и пароходов, и там находятся, значит, какие-то генералы, там ведущие в военном отраслях, то есть вот они там президенты, вице-президенты, как бы там политикам, там сенаторы, как бы они все закрытыми лицами, все голые, как бы, и какой-то сумасшедший дом, какой-то праздник всеобщего совокупления. Это зачем это все? Ну зачем-то это надо. То есть они составляют из себя некую тайную касту, они претендуют на то, чтобы править миром, и у них вот эти все садомия, там, это, значит, лесбийство, там, это все, это у них как код доступа, это как бы пропуск на вход в клуб. Ну что, друзья мои, пора и честь знать. Спасибо. 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 Спасибо.